Цены экспонаты музея специальной военной операции в Российском университете кооперации привезены с горячих точек. У Глидара, Северодонецка, Бахмута, Авдеевки. Здесь можно встретить прямых свидетелей боевых действий. Патроны, элементы защитной экипировки, когда-то принадлежавшие бойцам, дроны, осколки, сбитые ракеты и многое другое. Всё это труд основателя музея Валерия Калинина, студента третьего курса «Рука». Автор патриотического проекта регулярно бывает за ленточкой. Музей пользуется очень большим спросом. Приходит очень много ребят, студентов, смотрят, очень часто спрашивают, а когда можно будет зайти и посмотреть. Мы тут иногда проводим экскурсии, ребята через стекло смотрят, прям так наблюдают. И при этом это взрослые ребята. Но у нас были первоклассники, ребята, школьники, которые пришли сюда, и для них это было настолько интересно, что это вот бронежилет, а тут вот питание, как питаются наши бойцы. И они настолько радостные ушли отсюда. И, наверное, не то что радостные, а ушли с огромной гордостью за наших бойцов. Тактическая медицина и специальное питание расскажет о бытовой жизни бойцов в полевых условиях. Музей открыт при поддержке госкорпорации «Роскосмос». А вот так выглядит современный герой, который защищает страну в зоне СВО. Его манекен также представлен в экспозиции. Музей, посвященный подвигу и героизму участников СВО, посетил почетный гость. Депутат Госдумы Владимир Новиков. Небольшой экскурс в историю экспонатов. Здесь магазин из того, что тоже очень интересно. Он был на бойце в бронеразгрузке, на бронеразгрузке у бойца. И здесь как раз патроны с этого магазина. А, даже так? Да. И получилось, что враг начал стрелять. И в очередь вошла прям сюда. Да. И боеца ранило, но магазин спас ему жизнь. Вот. Мы об этом тоже рассказываем всегда. Народные избрания кратуют за развитие патриотического проекта, поэтому приехал не с пустыми руками. В музейный фонд Владимир Новиков передал новые экспонаты. Автомат, шлемы, осколки от боеприпасов и патроны ящик. Уверен, что многие университеты возьмут с вас этот пример. Он очень правильный, он очень важный в деле понимания того, что происходит в сегодня действительности, в борьбе с нацизмом. Руководитель проекта Валерий Калинин поблагодарил депутата и рассказал, что этот центральный музей планируется расширить и вывести его на федеральный уровень. Кроме того, подобные пространства будут функционировать еще в 11 филиалах Российского университета кооперации. В завершении встречи Владимир Новиков пообщался со студентами и записал с ними совместное видеообращение солдатам в преддверии Дня защитника Отечества. Уважаемые бойцы и ветераны, мы хотим поздравить вас с Днем защитника Отечества, поблагодарить вас за ваше мужество и героизм, проявленный в зоне проведения специальной военной операции. Мы вновь победим неонацизм и навсегда искореним его из нашего мира. Анна Смирнова, Александр Соломкин, Первомутищинский.